Всем большой привет, девочки! Меня зовут Алена, я персональный стилист, и вы попали ко мне на канал YouTube. Добро пожаловать! Сегодня я приготовила для вас, я надеюсь, это будет компактный и очень информативно наполненный ролик про 5 главных, очень удобно, 5 главных аксессуаров, которые можно добавить в свой гардероб этой зимой уже. И этого достаточно, чтобы быть актуальной, модной, трендовой, в общем, чувствовать себя актуально и современно сегодняшнему дню. Так сказать, поддержать тенденции, не изменяя собственному стилю. И если вам интересно посмотреть, что я для вас выбрала, и я вам больше того скажу, это абсолютно рабочие и реальные методы и лайфхаки для каждой из нас. Вы сможете адаптировать любой из них под себя, под свой стиль и гардероб. Если вам интересно, оставайтесь со мной и давайте начинать! Итак, аксессуары. Вообще, маленькое предисловие, маленькое вступление в нашу тему. Использование аксессуаров – это один из моих любимых способов сделать практически любой образ более интересным и чуть менее базовым, простым, если хотите. Потому что часто многие этим пренебрегают, забывают, сосредотачиваются только на вещах непосредственно, на одежде. Покупают классные, там, модные очень какие-нибудь позиции в модном цвете или модного кроя. И забывают про маленькие детали, которые зачастую и делают наш образ интересным, запоминающимся. А иногда могут даже стать частью вашего фирменного стиля, ДНК вашего стиля. В моем, например, случае сегодня на мне этого аксессуара нет, но есть кое-что другое. Но в моем случае, я думаю, многие из вас, вот если сейчас спросить, с каким аксессуаром, упростим задачу, украшением, например, у вас я ассоциируюсь. Вот если сейчас вы поставите видео на паузу и напишите комментарий под видео, то я уверена, что большая часть этих комментариев будет звучать как с массивной цепью. Потому что у меня очень часто в моих образах присутствует цепь из массивных крупных звеньев. Я ее интегрирую в луки. И более женственные, и более какие-то такие, может быть, брутальные и так далее. Она вписывается везде. В общем, не забываем, девочки, про аксессуары. Что у нас относится к аксессуарам? Я сказала, их будет пять. Это, естественно, сумки. Обожаю. Мы сегодня посмотрим не одну. Это, конечно же, украшение. Раз я уже сказала про цепь, то можно догадаться, что про украшение я сегодня с вами буду говорить. Естественно, аксессуар — это обувь. Но поскольку мы говорим про зиму, то тут у нас еще появятся две дополнительные категории. Не буду сразу раскрывать все карты. В общем, давайте начнем. И начать я хочу, наверное, с того, о чем я сказала чуть раньше. Это сумок. Сумки — это неотъемлемая часть любого образа. И опять же, как я сказала, многие сосредотачиваются на классных вещах, забывают про аксессуары. Обновлять свои сумки и обувь девочки — это очень важно. Один из главных трендов сезона, именно если мы говорим только про сумки, без каких-либо деталей, — это мягкие объемные сумки. Это может быть сумка-шоппер, либо это может быть просто сумка мягкой формы. И в качестве такой сумки сегодня я вам хочу показать вот такую вот обалденную модель в форме... Кто-то называет ее полумесяц-хаффмун, кто-то называет банана-бэк. В частности, у бренда The Row такая модель, по-моему, и называется банана-бэк. И они, наверное, задали тренд на вот такую мягкую форму. Какой-то мягкий, знаете, круассанчик у нас получается. Плюс сейчас актуально носить подобные сумки вообще вот так в охапку подмышкой, имейте это в виду. У меня эта малышка от бренда Mills Carter. Я вам уже про него рассказывала неоднократно и показывала в своих образах их сумки. У меня есть их сумочка. Ношу с большим удовольствием. Великолепное качество кожи. Здесь очень мягкая, зернистая, зернистая, зерненая кожа, которая максимально износостойкая. Она устойчива к царапинам. Ну, конечно, если вы не будете прям вот намеренно расцарапывать сумку, то, кто носится, она будет долго. Очень красивый цвет арахисовой пасты, наверное, даже не карамельной. Но вообще эта модель, как и все модели у Mills Carter, есть в разных цветах. Я обязательно оставлю вам ссылку на эту сумочку и на еще одну. В инфобоксе посмотрите. И даже летом я снимала для вас отдельный обзор. Не отдельно, это была часть шоппинг-влога из Mills Carter. И вы видели, если вы уже подписаны мне тогда были, вы видели, какое количество самых разных моделей у них есть. Начиная от вот таких вот вместительных сумок на каждый день. Сейчас я еще об этом скажу. Продолжая вечерними сумочками, маленькими сумочками, более деловыми сумками под строгий дресс-код, рюкзаками. В общем, есть все. Шопперы те же самые там тоже есть. А еще, девочки, сейчас у Mills Carter действуют скидки до 80% в честь Черной Пятницы. И на сумке действует гарантия до года, а также есть быстрая доставка по России, Казахстану и Беларуси. Лично для меня эта сумка подходит, потому что, во-первых, она вписывается в палитру моего основного гардероба. Это важно, помните об этом всегда. А во-вторых, она закрывает мою потребность в функциональности сумки сейчас. Потому что я в целом много с собой никогда не ношу, и даже сейчас. Но сейчас чуть больше, поскольку я мама полуторамесячной малышки. Второй раз недавно стала мамой, как вы знаете. Если вы не знаете, то вот уточняю, чтобы вы понимали, ввожу вас в контекст. И, соответственно, сейчас мне иногда с собой нужно, например, если мы идем куда-нибудь к педиатру на плановый рассмотр, взять с собой запасную пеленочку, запасной подгузник, какие-то такие мелочи детские. В общем, вот сюда это все вмещается очень стильно и круто. Эта сумка смотрится и с пальто, и с пуховиками, и с шубами, эко-шубами, с чем угодно. Но это еще не все. Я вам сказала, мы посмотрим несколько сумок, потому что вы можете закрыть тренд в своем гардеробе, сделать его более up-to-date, более актуальным за счет вот этой формы мягкой, а можете за счет цвета. Можно совместить, но я вам решила предложить две разные модели, и в качестве цветового акцента, а главный цветовой тренд этого сезона — это красный цвет. Я заказала в Милцкарта вот такую красоту. Очень стильная сумка в ягодно-красном цвете. Я вот сейчас смотрю, как передает этот цвет камера, и мне кажется, немножко она его меняет. Поэтому, опять же, посмотрите, цвет на сайте, он такой прям малиново-малиновый. Красный актуален в разных оттенках. И маково-красный, и просто алый, и ближе к винному, и малиновый, какой угодно. Главное, чтобы он вам подходил, девочки, вашему колориту, вашему гардеробу, вашей вообще жизни и всему остальному. Классная модель. Вот она уже более такая, знаете, строгая. Если для вас этот яркий цвет, может быть, слишком много на себя будет брать, но мы сейчас говорим про тренды, это тема ролика. Но, тем не менее, есть эта модель еще в очень красивых цветах. Похоже, есть, по-моему, цвет. У нее, но здесь другая кожа, она гладкая. И есть очень красивый, более такой винно-баклажановый цвет. Или даже, знаете, какой-то был еще деревянного цвет, прям ореха. Очень красивый оттенок, просто обалденный. Но я решила взять вот такую вот яркую, чтобы показать вам, как можно интегрировать тренд красного цвета в свой зимний гардероб. Причем сочетаться-то она будет со всем. Я все пытаюсь показать вам наполнение, что здесь есть еще плечевые ремни. Они у меня пока что убраны и в пленочках. Но, естественно, их можно прикрепить, и это очень удобно. Расширяет функционал сумки. Вы можете носить ее не только как клатч куда-то на вечер, но и как повседневную сумку, если, допустим, в этом цвете для вас, а, как я уже сказала, слишком активно можно взять простой. Что я хотела сказать? Не бойтесь цвета. Вот такая вот яркая она у вас будет носиться, ну, практически совсем. С синими джинсами и таким вот, допустим, молочным каким-нибудь свитером, джемпером, да. Или белой рубашкой. Со строгим костюмом любого цвета. Бежевого, серого, черного, синего, да. С юбкой-карандаш, опять же, хоть джинсовой, хоть из костюмной ткани, да. Поэтому красного цвета бояться не нужно. Это тренд, который можно применить не в виде красного костюма с ног до головы, а в виде вот такого аккуратного аксессуара. Ну и второй аксессуар, вторая категория аксессуаров, который мы с вами разберем, тоже двигаемся по порядку, это украшение. Это тоже то, что я очень люблю. Уже об этом сказала, не буду повторяться. В общем, что у нас актуально? Я об этом говорила в видео про тренды украшений. Один из главных трендов этого сезона в украшениях — это крупные серьги. Я надеюсь, вам видно. Я сниму их поближе, прям детально-детально, потому что это моя обалденная находка. Это тот случай, когда как раз-таки я нашла вещь, которая и трендовая, и отвечает моему стилю. Потому что, с одной стороны, можно было бы найти какие-нибудь супермассивные металлические серьги. Но мне лично сейчас, по моему внутреннему состоянию, это, может быть, не на все 200% откликается. Хотя смотрится очень круто, и серьги Боттега Венета — это, конечно, ну просто. Да, да, очень красиво. Но я нашла вот такие воздушные, но при этом массивные серьги в одном из моих любимых магазинов часов и украшений All Time. Тоже знакомила вас с ними уже давно. Показывала оттуда классные находки много раз. Снимала там отдельный шоппинг-лог. В общем, если вы со мной давно, вы про этот магазин уже знаете. И там я нашла вот такие вот потрясающие серьги. У них массивная часть прозрачная, и верхняя часть, где застежка, выполнена в золотистом металле. Очень красиво смотрится. Как я уже сказала, мы поддержали тренд, но при этом сохранили легкость и женственность. Всегда ищите такие интересные украшения, интересные вообще аксессуары, которые вас подчеркнут. И при этом будут модными, актуальными, трендовыми. Это джекпот, девочки. В All Time огромное количество самых разных украшений по направлениям. Там есть и более воздушное что-то, и с драгоценными камнями, и более наоборот арт необычное какое-то вау. Ну, например, это не совсем моя история, но там это есть. И более брутальное, массивное для мужчин. Там есть классные аксессуары и украшения. Обязательно посмотрите. Я считаю, что это один из тех магазинов, куда стоит заглянуть в преддверии Нового года. Потому что там можно будет найти подарок и для себя. Не забываем о том, что себя тоже нужно радовать. И для своих любимых, мамы, сестры, подруги, коллеги, вообще кого угодно. В общем, это первый тренд. А, и кстати, еще пока я помню, кольцо, которое у меня на пальце. Не знаю, хорошо ли вам видно на расстоянии, но обязательно сниму его ближе. Я тоже нашла в All Time. И это одно из колец, которые я заказала. Покажу вам ближе сейчас еще одно. Оно у меня здесь лежит рядышком. Но я понимаю, что если я вот так вот буду показывать эту красоту, вы просто не увидите. Собственно говоря, тоже актуальные трендовые украшения. Вот такие вот кольца, как дорожка из кристаллов. Это могут быть, конечно, бриллианты. Но это могут быть вот такие кристаллы. Они актуальны у нас не первый год, не первый сезон. Поэтому активно их носим, если вы купили раньше. Или смело покупаем и носим сейчас. Актуальны и кольца более воздушные, и более массивные. И, собственно, говоря про более массивные кольца, также в All Time я нашла вот такое кольцо. Я еще не срезала бирку. Очень крутое. Ну вот смысл я вам его издалека показываю. Ничего не видно. Сейчас пущу по экрану полностью его крупный кадр снятый. Это потекший металл. Это одна из моих самых любимых историй. Снова массивные украшения. В этот раз не серьги. Если, например, у вас очень тонкие, изящные черты лица. Некрупные. Небольшие глаза. Они слишком пухлые, крупные губы. Небольшой нос. То, может быть, очень крупные серьги на фоне ваших черт лица будут смотреться несколько отдельно. Тогда посмотрите на кольца, либо браслеты, если захотите. Тоже можно использовать. И вот это кольцо меня покорило. Я часто ношу холодный металл. Я ношу часы в холодном металле. О часах мы сейчас поговорим. Оно смотрится очень самобытно. И реально кажется, как будто это просто слиток металла. Вот как самородок какой-то. Очень интересно выглядит. И дополнительно к нему, к этому кольцу, чтобы носить вместе, если захочется, заказала еще вот такие серьги-кольца. Они уже более воздушные. Но здесь я даю как раз-таки баланс. У меня более массивное кольцо и более легкие серьги. Очень похожие с кольцом по своему стилю исполнения. Тоже близко вы их увидите на экране. Они тоже выглядят как потекший металл, но только более изящные по форме. И еще, продолжая тему актуальных аксессуаров. Теперь уже не совсем украшений. Но для меня это как украшение. У нас с вами один из трендов. Мы сейчас остаемся еще в аксессуарной группе украшений. Один из трендов — это направление маскулинной женственности. Power dressing так называемый. Когда у нас мужской костюм сочетается с узкими брюками или с узкой юбкой. Такая маскулинная сексуальность, я бы это назвала. И как это можно поддержать еще в украшениях? Это часами, конечно же. В all time я заказала часы бренда Continental. Девочки, кто меня знает, вы поймете. Я заказала мужскую модель. У меня даже оператор уточнял, что вы уверены? У вас как бы украшения подобраны, что вам нужна мужская модель. Да, мне нужна мужская модель. Это часы Continental. Очень красиво все открывается. Роскошный подарок для мужчины, но и для себя тоже. Это швейцарские часы, опять же. Такая красивая коробка. Я вам сниму, как это близко красиво открывается, чтобы был вот этот вау-эффект. И это сталь. То есть они в серебристом металле, назовем это попроще. Как раз будут поддерживать хорошо серебряное кольцо, серебряные серьги. Звенья убрать никогда не проблема. Но мне очень нравится, как именно мужские тяжелые металлические часы смотрятся на изящном женском запястье. Я не так люблю тонкие женские часики. Это все дело вкуса. Я не говорю, что это плохо. Это исключительно ваш личный стиль и ваша вообще личность. Вот моя личность — это мужские часы на моей тонкой женской руке. Очень красивые, просто ничего лишнего. Металл холодный везде. И циферблат, и сам ремешок. Можно, конечно, поиграть. У вас может быть какая-нибудь цветная вставка, например. Но если вы хотите максимально универсальную модель, то обратите внимание, берем отсюда вот эту красную шуршалку, обращайте внимание на однотонные какие-то варианты. Либо где сочетается два цвета металла. Серебристые и золотистые — это тоже универсальные часы. У меня в моей коллекции уже пару лет именно такие, и которые я заказывала тоже в all time. Каждый раз вы меня спрашиваете, откуда мои часы. Вот там же можно найти и подарок себе, и мужу, и папе, и брату, и кому угодно. Там огромный выбор часов самых разных производителей на самый разный бюджет. И они все очень качественные. Я убедилась в этом сама. С моими все прекрасно уже, как я сказала. Два или даже три года, мне кажется, моим часам. Тьфу, с ними все отлично. Продолжаем наш разговор об аксессуарах. И если вдруг вы смотрели не вот предыдущее видео, это был влог личный, а вот перед ним, то там в конце я заканчивала снимать это видео уже не одна. А в компании моей маленькой подружки. Сегодня у нас то же самое. Возможно, какие-то будут на фоне шорохи, маленькие звуки. Не удивляйтесь. Мне кажется, так даже интереснее. Собственно говоря, следующая категория аксессуаров, о которой я не сказала до этого. Но, по-моему, я не сказала до этого. В общем, это то, что неотъемлемо. Правда? Ведь у нас в зимнем гардеробе это, конечно же, шарф. И это один из больших трендов этого осенне-зимнего сезона. А именно крупные шарфы, большие шарфы. Поэтому, согласитесь, это простейший способ обновить свой осенне-зимний. Уже давайте будем говорить про зимний гардероб. Это не стоит огромных каких-то средств, если только вы не нацелены покупать именно брендовые, какие-то люксовые шарфы. Тогда, конечно, да. Но это не обязательно должно быть что-то слога, что-то прям. Лакшери-лакшери это может быть любой крупный шарф. Уже по размеру даже напоминающий пончо. У меня, например, в моей коллекции, которая пополняется годами, есть как? Вот такой вот шарф. Я его очень люблю. Вы его тоже любите. Я знаю, потому что каждый раз, вам меня не видно, вот он как раз-таки огромный. Каждый раз, когда я его где-то показываю на себе в образах, вы спрашиваете меня, откуда он. Он очень большой. Вот такой вот. Несколько в нем цветов. Здесь есть такой пыльный шалфейный, карамельно-бежевый и пыльная малина. А, ну еще вот такой вот серо-бежевый цвет. И он очень большой. Он как раз идеально вот такой вот. Он отражает, не то что отражает, а подходит под тему тренда этого сезона. Это огромный шарф. Вот такой вот он большой и девочки. Есть такая немножко грустная ночь. Заключается в том, что, во-первых, я его купила года три или четыре назад. Мне кажется, мы только переехали тогда в Москву. По-моему, это было еще до двадцатого года, когда мы все засели дома. Короче, ему много времени. И он с Asos. Если вы в Европе, то Asos вам доступен. Но, конечно, такого шарфа там нет. Там просто большой выбор. Если вы не в Европе, то в этом году я пополнила свою коллекцию с шарфом, который я заказала в AIM CLO. Он не настолько гигантский, но он очень теплый, потому что это шерсть с кашемиром. И очень красивый. Тоже мои любимые оттенки. Вот эти природные, спокойные, универсальный пыльно-шоколадный цвет. Его тоже можно вот так вот массивно намотать, накрутить. Собственно, это я люблю делать. Как раз таки с шарфами. Не туго их как-то затягивать узкой петелькой, а вот так вот как-то небрежно набрасывать. Получается мягкая петля. Этот, конечно, не такой большой, но тем не менее им можно закрыть шею. Слушайте, кстати, кто не знает, мое самое популярное видео на Ютубе, которое собрало уже, по-моему, миллиона два просмотров, это сколько-то там тоже, возможно, пять способов замотать шарф. Представляете? Просто мой хит. И я его сняла лет десять назад. Но до сих пор, если вы напишите, как завязать шарф, то одно из видео, там наверняка есть уже более свежее, от других авторов, но одно из них будет мое. Я там просто ребенок, посмотрите, если интересно. И, собственно, там мы заматываем. Ну, там, конечно, способы, которые сейчас объективно не сильно актуальны, но какие-то хаки оттуда я использую до сих пор. Это вот, например, как шарф, который сильно не наматывается, вот так вот красиво подоткнуть, чтобы закрыть шею, например, где-нибудь у пальто. В общем, покупаем большой шарф. Шарф с кашемиром. Если вас не смущает состав, кстати, вот этот товарищ синтетический. Меня это не смутило, мне очень понравился цвет. Он супер универсальный. И носим, стильно утепляемся. Нам с вами осталось еще два тренда. Про один из них я вам уже сказала. Да? Кошечка моя сладкая. А, и это обувь. И здесь я вам покажу, но тут будет интересно. Смотрите. Будь здорово, мое счастье. Смотрите, большая. И очень сладкая. Да? Ага. Здесь, значит, есть такой момент. Это называется подиум versus реальная жизнь. Об этом я люблю говорить. Я люблю собирать вам как раз-таки образы для реальной жизни. Вы это знаете. Мне кажется, за это меня большинство из вас смотрят и ценят. В общем, один из трендов подиумных, обувных этого сезона, это Бадфорта. Я об этом говорила в видео о трендах. Это да. Но Бадфорта я вам не покажу. Почему? Потому что вы, конечно, можете их купить. И классные, если что, Бадфорта. Хороший выбор. Есть в Иконике. Как и всегда, у них в целом очень крутые коллекции каждый сезон. Не важно, осень, зима, весна, лето. Неплохие были, я видела, в рандеву в Карло Пазолине. Но самый вот большой выбор по ассортименту, по количеству моделей это Иконика. Но под мой образ жизни, девочки, Бадфорта с вот этой леди не стыкуются. Поэтому. И что самое интересное, опять же, вот тренд подиумный это Бадфорта. Но тренд реальной жизни и то, что вы, скорее всего, видите в изобилии в том же Инстаграме, запрещенном на территории Российской Федерации. Кстати говоря, ссылка на мой есть в инфобоксе. Если вы пользуетесь, подписывайтесь. Давайте дружить нам тоже. Там очень много контента выходит практически каждый день. И он не пересекается с тем, что есть на Ютубе. Практически никогда, по-моему. В общем, реальный тренд этой осени, этой зимы, как мы уже договорились, это, девочки, снова пугие. И сейчас у нас с вами в прямом практически эфире будет распаковка, потому что мне пришла эта коробка вчера, и я ее еще не открыла. Я только сейчас за кадром распечатала саму вот эту почтовую коробку, не распечатала сами уги. Они ко мне приехали из Америки. Я их заказывала через своего байера, через свою подругу, которая уже давно живет в Эмиратах и, собственно, сейчас оказывает байерские услуги. Это настоящие уги. Как бы, вот они. Распаковываю первый раз с вами. И сейчас актуальны, буду шуршать, простите, невысокие уги. А, как я рада, как я рада, что я дождалась именно этот цвет, потому что можно было купить быстрее, но в другом оттенке, и их бы привезли из Европы быстрее. Но я хотела именно эти, и, боже, как я сейчас у нас еще столько снега сегодня навалила. Короче говоря, тренд, даже не инстаграма, а вот как раз-таки реальной жизни. Вот с тобой, мое счастье, мы и будем в этом гулять. Это уги, причем невысокие. Очень трендовые, не первый сезон, но они уже немножко, если честно, спадают. Сейчас уже стали делать подобные копии. Это Тасман-модель. Где-нибудь вставлю вам картинку, не знаю, здесь, наверное, побольше свободного места есть. А они не для зимы, конечно, они для такой осени, можно с теплым носком ходить, но когда снега, по щиколотку, если не по колено, конечно, и в каких-то Тасманах вы не погуляете. А вот в этих со спортивными штанами, с леггинсами, с джинсами, вообще хоть с чем, да. Ой, как я рада. Боже мой. Очень классные, теплые. А цвет, это, по-моему, цвет сезона. Ну, в смысле цвет сезона, а в смысле, что он вышел в этом сезоне и называется Smoked Plum, если я правильно помню. Наверняка, он здесь где-то должен быть написан. Оригинальные австралийские унги приехали из Америки, тут я уже сказала, да. Слушайте, наверное, на коробке должно быть написано. Это мини-модель, если что. Размер у меня восьмой, американский я взяла, тридцать девятый, европейский, но это тот, который я ношу. Слушайте, я не вижу, где написан цвет, но он должен быть где-то написан. Но я помню, что я выбирала с названием Smoked Plum. Давайте на этом остановимся. Я вам оставлю на них ссылку на оригинальный сайт в инфобоксе. И если нужно, напишите в комментариях, я поделюсь контактами моей Анастасии, Байера моего любимого. Мне не жалко. Вообще пользуйтесь. Это проверенный человек, через который я заказываю самые дорогие вещи и доверяю ей на 200%. Мы знакомы лично. У нас дети вместе ходили в детский садик, еще в Новосибирске. Поэтому Настеньку я вам могу советовать. И у нас с вами остался еще один тренд. Да? Ты рада? Мама скоро к тебе придет? А что... Что я хотела сказать? Один тренд, который вот тут я вам ничего не покажу, но это связано, опять же, с моим образом жизни, с моим стилем. Почему? Но это тренд, который, если вы носите юбки и платья, это копеечный тренд, который можно подхватить и быть просто самой модной на деревне, как говорится. Я говорю про цветные колготки. Цвет сезона у нас красный. Для самых смелых это могут быть красные колготки. Но вы можете выбирать любые цветные. Хоть фиолетовые, синие, зеленые, желтые, я не знаю, можно с узором. Но вот именно тренд-тренд подиума это цветные колготки. Тоже об этом говорила в видео. Почему? Это не совсем моя история, потому что, объективно, этой зимой я буду, скорее всего, ходить все время в угах и спортивных штанах, но не все время, но большую часть этой зимы. Может, конечно, если мне в голову взбредет, я и куплю цветные колготки. Опять же, это стоит 300 рублей, наверное, где-нибудь на любом маркетплейсе можно найти. Я даже не говорю про какие-то там салоны с колготками. Вообще, в любом месте это можно купить и чувствовать себя прям стильной штучкой. Если носите юбки, платье, пробуйте. Вдохновитесь подиумом, потому что даже на стрит-стайле, если честно, их не так много. Это именно подиумная история. Но если вам хочется, может быть, сейчас в преддверии Нового года у кого-то будут стилизованные корпоративы или сама новогодняя вечеринка, куда вы пойдете, будет там в стиле нулевых сейчас модно, восьмидесятых особенно, вот туда цветные колготки впишутся великолепно, то интегрируйте это в свои образы, пробуйте. Четвертый раз скажу, стоит. Недорого, мягко говоря. А образ можно собрать запоминающийся. Ну что, мои хорошие, на этом у меня для вас на сегодня все. Я надеюсь, что я, мы вас вдохновили на классный шопинг. Вообще, если собрать то, что я вам сегодня показала, можно, ну, колготки я не показала, но это в целом уже аксессуары, дополняющие один какой-то лук из абсолютно базовых вещей. Хоть спортивные джогеры могут у вас быть, хоть джинсы, вы берете, добавляете туда классную сумку мягкую, добавляете, например, мужские часы и какое-то крупное кольцо. Зима не сильно видно, но если вы где-то будете разоблачаться, раздеваться, снимать перчатки, это будет видно. Добавляете шарф, пока идете на улице, или можно даже в помещении остаться, если прохладно. Ну и обувь, в моем случае, это были буоги. Не знаю, получилось ли у вас это вообще в воображении собрать. Возможно, у меня в Инстаграм запрещенном на территории Российской Федерации мелькнет как-нибудь такой образ, поэтому подписывайтесь, давайте там дружить. И, что я хотела сказать, пользуйтесь идеями и помните, что аксессуары зачастую это один из самых недорогих способов обновить свой гардероб. Вам не нужно покупать шубу новую, пускай даже эко-шубу, или какие-то там костюмы дорогие, пиджаки искать и так далее. Вам не нужно мучиться с посадкой джинсов или брюк стильных и актуальных. Вы можете просто купить классную сумку, подобрать к ней крутой шарф с шапочкой, чтобы совсем точно не замерзнуть, теплую обувь и все. Если у вас уже актуальная база, например, есть свои хорошие джинсы или брюки, допустим, то это все наслоится и образ будет просто как со стритстайла, как из подборок того же Пинтерест, например. Я с вами, мы с вами на сегодня прощаемся. Желаю вам отличного настроения, как у моей девочки. Да, сладкая моя. И увидимся совсем скоро в новых видео. Я, возможно, буду снова не одна в компании. Желаю вам прекрасного дня. Берегите себя. Если вы первый раз на канале, не забудьте подписаться и до встречи. Пока. Дю.